ЦБ назвали условия легализации майнинга в России. Акции Газпрома благополучно упали на 30% за один день после отмены дивидендов. ЦБ увеличил лимит перевода за границу для физических лиц до 1 миллиона долларов. Выпуск легковых автомобилей в России упал на 97%. США впервые обошли Россию по поставкам газа в Европу. Дж.П. Морган предупредил об опасной близости экономики США к рецессии. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Начинаем первую июльскую неделю. Рад всех вас приветствовать. Я вот только что вернулся к соревнованиям по триатлону. Я в частности в этот раз участвовал. Вот моя медалька. Заплыв на 2 мили морские. Это чуть меньше 4 километров за 1 час 9 минут 55 секунд прошел. Супруга у меня стартовала короткий забег на 5 километров. В общем у нас такие спортивные выходные. Давайте посмотрим на то что происходит. Российский фондовый рынок. Ну как вы знаете 30 июня наша биржа вместе с Газпромом очень неплохо так покраснела. Ей стало просто стыдно за Газпром. Она упала на в среднем индекс упал на примерно 5 с половиной процентов. Один из наших подписчиков Илья Бабин. Вот мы приведем его комментарий. Предлагаю объявить 30 июня днем российского инвестора. День когда в очередной раз не сбылись наши надежды. Ну как вы знаете Газпром мечты сбываются. Просто не уточняется у кого. Но мы про Газпром еще поговорим. Так что фондовый рынок российский еще откатился немножко назад. Ждем когда он откатится до уровня 2008 года на 14 лет назад. Не так много осталось. Кстати это буквально процентов 10 еще откатится. И в общем-то уже будем очень-очень близки. В Америке продолжается Родео. Рынок прыгает, а инвесторы пытаются удержаться. Конечно в целом настроение скорее такие медвежие. То есть ожидание того что будет падать фондовый рынок. А вместе с ним многое другое. Это и крипто та же, которая числится в высокорискованных активах. Потому что ожидается повышение ключевой ставки ФРС. А чем дороже деньги, тем дороже компаниям обслуживать долги. А поскольку большая часть американских корпораций очень-очень серьезно закредитована. Ну и население и государство в том числе. То это очень негативно для, в целом для экономики американской. Ну и соответственно для рынка акций. Нефть пока без изменений на высоких уровнях. И даже идут разговоры о том, что нефть может рвануть до каких-то космических высот. Типа там 250 долларов за баррель. Но об этом тоже еще поговорим. Доллар США 54,5 рубля. Несколько подрос относительно того, что было, когда он касался 50 рублей. Мы обсуждали до этого как-то с вами. Что вот если посмотреть на курс доллара в длинном горизонте. За 20 лет он напоминает ступеньки. То есть ступенечками подрос. Подрос, закрепился, потом снова подрос. Снова закрепился на новом равновесном значении. Сейчас же можно сказать, что доллар упал с лестницы. И пытается отыграть свое несколько. Биткоин. Те, кто инвестирует в крипту. Сейчас знаете как классические 5 стадий, которые проходят инвесторы. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие и усреднение. Слова, которые сейчас близки каждому криптоинвестору. Все ждут, что же будет дальше. В основном общий настрой, что немножко может сейчас отскочить вверх. Но как только будет общий спад на финансовых рынках. Будут продавать все. В том числе будут продавать криптоактивы. И это способно увести биткоин куда-нибудь в район 10 тысяч. А то и даже кто-то говорит 5 или 3 тысяч долларов за биткоин. Ну а потом конечно он станет 100 тысяч, как все и ожидали. Естественно, это только давайте. Я знаю, некоторые настолько серьезно относятся к моим словам. Что могут сейчас побежать срочно покупать биткоин. И потом мне предъявить, что он не стал. А где ваша гарантия, что он станет 100 тысяч долларов? Нет, друзья, никаких гарантий здесь нет. И биткоин, как и вся криптовалюта, безусловно, очень и очень высоко рискованный актив. Никаких ожиданий здесь делать не надо. Газпром, как вы знаете, решил не выплачивать дивиденды за 2021 год. Газпром чьи-то мечты сбываются. Все так и произошло. И, как некоторые шутят, дивидендный гэп без дивидендов. Газпром стоил больше 300 рублей. А затем дивиденды ожидались около 52 рублей. Но дивидендный гэп составил все 100 с лишним рублей. То есть падение произошло гораздо больше, чем на сумму дивидендов. Это значит, что инвесторы очень негативно восприняли всю историю с Газпромом. Ну и откровенно говоря, такую подставу, которую всем сотворили менеджеры Газпрома. Ну и государство, естественно, тут приложило к этому руку. Введя НДПИ, который тут же в тот же день Госдума утвердила. Налог на добычу природных ископаемых. Но мы обсуждали все, что происходило. У нас есть ролик вот на прошлой неделе. Посмотрите, как и что произошло с Газпромом. Там я свою версию выдвигал. Но произошло падение гораздо больше, чем на размер дивидендов. Это значит, что инвесторы, в общем-то, очень слабо верят, что в будущем, в ближайшее время от Газпрома стоит ожидать дивиденды. Так что с Газпромом, конечно, всех мало того, что лишили дивидендов. То есть люди не получат дивиденды, так еще и они получили минус 30% к стоимости акций. Нехилая такая подстава. Ну что же, добро пожаловать на российский фондовый рынок. Здесь все не скучно. Не все мечты сбываются или мечты сдуваются. После публикации о нецелесообразности выплаты дивидендов, акции Газпрома подешевели на одну треть. А Газпром это обосновал так, что приоритетами компании в настоящее время является реализация инвестиционных программ, включая газификацию регионов России, подготовка к предстоящей зиме и так далее. Но вместе с этим государство объявило, что все эти деньги оно забирает себе в виде налога на добычу полезных ископаемых. Видимо, не договорились о показаниях стороны, как кто что будет говорить. И одни говорят, мы эти деньги пустим на газификацию всего, на подготовку к зиме, а государство сказало, мы эти деньги просто забираем вообще-то. Но, как вы знаете, у руководства нашей страны есть два любимых вида спорта. Это хоккей и дзюдо. И заметьте, что они учат бросать и кидать в этих видах спорта. Поэтому, наверное, это не просто так. Идем дальше. Акционеры Сбербанка приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Но здесь все ожидаемо. То есть здесь и совет директоров рекомендовал не выплачивать, поэтому все были спокойны. В ситуации с Газпромом-то в чем подвох, что совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды хорошие. И более того, все это раскручивалось очень активно. Инвест брокерскими компаниями, банками, что вот Газпром, дивиденды получите шикарные. Как всегда, всех туда загнали и потом благополучно обнулили все, что можно. В ЦБ назвали условия одобрения легализации майнинга в России. ЦБ говорит, что если реализация добытых валют будет вне России, без проблем майните. Главное, чтобы эти деньги не накапливались в России. Это крипта, иначе она пойдет в оборот, в обход ЦБ, как мы понимаем. Ну а ЦБ, естественно, этому очень и очень не рад. ЦБ предложил сделать механизм получения кредитных каникул бессрочным. Как вы знаете, сейчас кредитные каникулы действуют только в отношении ипотечных кредитов и на постоянной основе. Но предлагают их ввести вообще бессрочно. На всякий случай уточню, что кредитные каникулы это не турпутевка в кредит. Нет, это временная отсрочка от платежей по кредиту. Возможно, это будет введено не такими разовыми мерами, которые были, а на постоянной основе. ЦБ увеличил лимит перевода за границу для физлиц до 1 миллиона долларов. Одно время это было 10 тысяч долларов, потом 150, сейчас миллион долларов. Так что можно порадоваться. Есть чем воспользоваться. Вы можете спокойно переводить миллион долларов. Все для народа, как всегда. Если у вас завалялись много миллионов долларов, то вы теперь можете ими распорядиться. Но, а на самом деле, как бы понятно, куда это направлено. Для кого и кому дать возможность вывести свои доллары. Но отчасти, зачем это сделано, государство пытается решить проблему избытка долларов в России. То есть, доллары накапливаются, а девать их некуда. Но эту проблему мы обсуждали с вами. Доллары безналичные, прежде всего. Наличных долларов-то немного. Эксперты ожидают около нулевой динамики ВВП за первое полугодие. То есть, российская экономика, по мнению Минэкономразвития, в мае сократилась на 4,3% в годовом выражении. В апреле было 2,8%. Основные факторы снижения. По-прежнему транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса. То есть, проблемы с поставками. Поставки в Россию стали сильно затруднены. Они стали, ну а что значит затруднены? Дороже. То есть, то, что было привезти как-то можно было легко, например, из Европы напрямую. Теперь едет сначала в Турцию. Потом из Турции со своей наценкой поставляется в Россию. В обход санкций. Ну или там через Казахстан, через некоторые другие страны. И все это приводит к тому, что цены на товары растут. Вот вы иногда спрашиваете, а почему так? Доллар падает, а цены растут. А вот так. Вы в России. И Россия под санкциями. А санкции означают проблемы с доставкой. И эти проблемы выражаются в более дорогой стоимости этой самой логистики. Счетная палата предложила исключить студии из программы льготной ипотеки. «Государству не следует поддерживать спрос на некомфортное жилье», заявила аудитор счетной палаты. Непонятно зачем. Это вроде не ее задача вообще. Но заявила. Это интересно, кстати. Не распространять льготы на самое доступное и недорогое жилье. По мнению счетной палаты, возможно, стоит. Какой же ты льготник вообще, если ты не можешь позволить себе квартиру с видом на Яузу или на Кремль? Несерьезно. Минстрой, правда, не поддерживает данную идею. Но я как активно занимаюсь студиями, но правда в другом контексте. Хотя я иногда и приобретаю студии, но в основном я беру квартиры или апартаменты и их делю на студии по цели сдачи. Но это несколько другая история. Мосбиржа и участники финансового рынка создадут клуб защиты инвесторов. Мосбиржа пытается, хочет собрать инвесторов и сделать коллективный иск к злому Западу, который заблокировал, вел санкции на наш национальный расчетный депозитарий. Ну и, собственно, ничего не работает. И, возможно, это правильные шаги. Хотя очень слабо верится, что подав суд в другой юрисдикции, в западной, на западные же госорганы, которые приняли те или иные решения, можно будет что-то отсудить. Хотя в текущей ситуации нашим инвесторам не помешает и телефон доверия, возможно. Куда можно позвонить, поплакать по поводу разбитого Газпромом сердца, получить поддержку психолога, как считаете, актуально или нет. В ЗАГСах запланировали заменить бумажные документы на электронные. Цифровизация добралась и до ЗАГСа. В ЗАГСах предложили перейти полностью от бумажных документов к электронным. Вот это полезное дело. Я поддерживаю всегда электронные документы оборотов. Вот представьте, вы приходите, вспомните брачную церемонию. Вы приходите в ЗАГС и вас сотрудник ЗАГСа спрашивает. Согласны ли вы, Сергей, взять в законные супруги себе Наталью? Если да, введите код из смс, который вы получили. И вы вводите и все подтвердили. И все законно. JP Morgan предупредил об опасной близости экономики США к рецессии. По оценкам банка во втором квартале ВВП США покажет рост на 1%, хотя предыдущая оценка была 2,5%. Но все-таки рост. Последние три месяца темпы роста ВВП будут ускоряться. Правда, они ожидают. Но в целом ожидание, что в Америке сейчас очень серьезные проблемы. Вот скажем так. Они везде, они много где. В Европе огромные проблемы из-за бешеных цен на электричество. В Америке свои проблемы. Очень дорогие цены на бензин. Раз. И два. Самое главное. Высокая инфляция. Для них высокая. Для них это очень большая проблема. Поскольку у них никогда такой высокой инфляции не было. И последние 40 лет. Давайте так. И сейчас, чтобы бороться с этой инфляцией, надо повышать ключевую ставку. А повышение ключевой ставки это удар по всем тем организациям и домохозяйствам, которые повыше в кредитах. Поэтому не только в России плохо, много где. Сейчас плохо. Вообще практически во всем мире. Сейчас очень сложная ситуация во многих регионах. И это надо понимать. Мир катится куда-то. В не самое хорошее место. Вот новость. JP Morgan предупредили о нефти по 380 долларов за баррель. При предельных ценах для России. Аналитики предположили, что если страны G7, Большой Семерки, введут лимит на российскую нефть, а в Москве объявят о сокращении добычи, то это вызовет значительный рост цен. То есть рост цен на нефть еще в 3 раза от текущих максимальных значений. Это просто будет коллапс всей экономики. Потому что уже сейчас при текущих ценах на газ большинство бизнесов в Европе становятся убыточными. Ну просто вот берем, грубо говоря, вы берете завод какой-нибудь и у него такие высокие становятся тарифы платы за ЖКХ, что он уходит в минус. При рентабельности завода, допустим, на уровне 10-15%, выросшие на 30% расходы на ЖКХ совокупно делают весь бизнес убыточным. А если еще и цену на нефть, так как оно, то это может просто по всему миру пойти совершенно непонятный, неуправляемый процесс. Поэтому то, что сейчас происходит, мы с вами свидетели некого грандиозного переустройства мирового уклада. Выпуск легковых автомобилей в России в мае упал на 97%. Вот так вот. В период с января по май заготовили 268 тысяч легковых автомобилей. Это на 56% меньше. Ну а вот конкретно в мае падение просто грандиознейшее. Вы несколько раз писали, спрошу еще раз. Вот те, кто на рынке автобизнеса, в автосалонах работаете, у автодилеров, может быть как-то иначе с автобизнесом связаны. Поделитесь, какова ситуация с продажами новых автомобилей, с продажами БУ автомобилей. Буду рад услышать мнение из первых рук. Норникель потерял 50% традиционных поставщиков запчастей и оборудования. Но при этом рассчитывает в текущем году выполнить производственный план, несмотря на санкции. Вот с чем очень большая проблема в России сегодня. Это поставка запчастей и оборудования, высокотехнологичного промышленного оборудования для нефтегазовой отрасли, для добытчиков металлов, например, тот же Норникель. То, что очень многое оборудование вообще не производится в России. И более того, его очень тяжело найти еще и в Китае. То есть нет замены в принципе. И вот эта проблема, с которой российские корпорации будут сталкиваться все больше и больше. Но если не найдут каких-то обходных путей, либо не начнут все-таки переговоры о частичной отмене санкций. Потому что с Норникелем тоже нелегко шутить. Норникель добывают уникальные земельные металлы, которые нужны многим корпорациям по всему миру. И они просто могут встать, опять же не имея уже сырья необходимого, в свою очередь. В России организованы проверки в связи с махинациями в так называемых резиновых квартирах. В Москве обнаружено 70 резиновых квартир. Что такое резиновые квартиры? В них проживало, внимание, в 70 квартирах было зарегистрировано 14 тысяч человек. Вот это прям вообще космическая цифра. То есть делим это примерно по 200 человек на квартиру. Неплохо так. Сразу представляется, знаете, очень маленькие люди, которые при включении света разбегаются по углам, по щелям. И в свою очередь, зачем это делалось? Условия проживания позволяют им регулярно получать различные социальные пособия, оцениваемые в десятки миллионов рублей. Вот так. Потому что они очень ущемлены в своих правах. Ну представьте, 200 человек в одной квартире. Ну тяжело же жить, да? Власти могут снизить налог на доходы от сдачи апартаментов в аренду. Предлагается сейчас начать рассматривать возможность позволить владельцам апартаментов оформлять статус самозанятого и платить 4% налога. Сейчас самозанятые не могут сдавать апартаменты, только квартиры. Но вот предлагается это сделать, чтобы они не уходили в серую зону, где работает сейчас 90% рынка недвижимости России. США впервые обошли Россию по поставкам газа в Евросоюз. Вот мы приведем график, как это происходит. Газпром на 40% сократил объем прокачки газа по северному потоку. Из-за проблем с ремонтом зарубежного оборудования, собственно, вот не хватает турбин для прокачки газа. А США этим пользуются. Наоборот, они нарастили значительно объемы поставки сжиженного природного газа в Европу. То есть США бенефициар всех текущих событий. Европа страдает очень сильно. США, наоборот, в этом плане выигрывает, поскольку их доходы, они вытеснили Россию с этого рынка. Ну, не совсем, но существенно. На 40% упали поставки Газпрома. Для США существует два вида помощи союзникам. Дать что-то в долг или что-то продать. В исключительных случаях есть еще третья схема. Продать что-то в долг, как, например, вооружение. Глава Международного энергетического агентства призвал страны Евросоюза работать над сокращением спроса и готовиться к непростой зиме. Ну, в Европе, похоже, ближайшая зима действительно будет очень тяжелой. Потому что они сейчас не заполняют газовые хранилища, которые им нужны будут зимой. И чем они будут топить зимой, пока остается очень большим вопросом. Конечно, постепенно Европа сможет перейти на альтернативные источники. Для них проблема в том, что это нельзя сделать быстро. В ближайший год у них очень большие проблемы. Вопрос, как бы они с ними справятся. Но есть альтернативный сценарий. Говорят, что в результате сосредоточенной работы с мощными внутренними энергиями, практикующие йогу внутреннего тепла, могут выделять тепло и быть абсолютно невосприимчивыми к холоду. Вот как раз будет возможность реально на практике проверить это сообщение. Ну и в завершении приятная новость для многих россиян. Путин допустил возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Бали. Можно будет свалить на Бали, сказать, что да, все меня достало, все вы за. Поеду-ка я на Бали. И там как раз научиться йоге, там все духовно просветленные люди. И может быть даже выделять энергию и потом помочь нашим европейским собратьям по разуму. На этом от меня на сегодня все. И небольшая новость. Кто спрашивал про книгу, моя книга «Управление деньгами». Новая книга, которая вышла пару месяцев назад. Снова появился новый тираж. Вот мы допечатали и появился на Озоне под видеоссылкой. Если хотели почитать, почитайте. Очень рекомендую. Здесь масса материалов. Много схем, графиков, стратегий разобрана. Где-то идут QR-коды с дополнительными видеоматериалами. В общем, это такой я старался сделать действительно очень качественный, можно сказать, учебник по инвестированию для начинающих и не только начинающих инвесторов. Под видео дам ссылку на эту книгу. Удачи!